всем привет друзьям вас приветствую сегодня я и зовут меня юлия сегодняшнее видео сегодня хочу поговорить с вами о пиларгониях и тем самым опять же поотвечать на вопросы которые приходят ко мне практически ежедневно хочу рассказать вам о моей такой мини коллекции пиларгоний я показывала неоднократно летом цветением моих королев теперь уже даже я не знаю мне кажется что питунья и пиларгония для меня вот лучшие из лучших вот есть у меня обычные зональные пиларгонии которые я выращивала из семян и есть королевские которыми со мной делились то есть мы обменивались растениями вы знаете только недавно вот я увидела в обзоре по моему лены на канале она показывала чем отличается вегетативная пиларгония от той что выращенные семян и представляете вот до меня все-таки дошло вот действительно что питунья что калибрашка да что вообще любое вегетативное растение оно все-таки отличается от растений которые выращенные семян а чем она отличается тем что кустистость куста происходит они растет растение в один ствол и когда вот она показала лена показывала своем видео сравнение чтобы мы посмотрели и сравнили пиларгония выращенные семян она все-таки идет вот в ствол ее нужно формировать вегетативная она сама по себе кустица и более такой у нее шарообразный кустик и листья такие тоже шикарные и цветок и намного крупнее знаете я задумалась я задумалась вот о том что конечно да очень бы хотелось иметь такие растения у себя в наличии но не знаю я еще пока вот тоже мне задают вопросы дружу ли я не дружу с вегетативными растениями но вот я заказала на весну себе питунья и калибрашки быть может добавлю еще и пиларгонию но цены конечно кусаются на вегетативную пиларгонию вы просили показать меня как пиларгонии у меня зимуют я показывала и в том сезоне и в этом сезоне вам покажу что они просто у меня стоят на подоконнике но в этот в эта зима у нас какая-то сумасшедшая у нас постоянно пасмурно идет тут не кто дождь и вот казалось бы сейчас утро но такие сумерки как будто бы за окном уже вечер то есть вот постоянно такая серость и я вижу свои по своим пиларгониям что это просто-напросто им вообще кошмар как неуютно я вот все-таки не понимаю как можно сохранять растение зимой без подсветки без подкормки вот мне кажется она не выживет я вот поэтому и боюсь как я буду содержать вегетативные растения то есть обязательно нужно будет получается в течение всей зимы обеспечивать им условия то есть это подсветка это удобрение чтобы растение чувствовали себя но период покоя это для меня я считаю наверное что им не нужно давать цвести растения чахлые они умирают им не хватает света то есть нужно все равно им давать ну хотя бы не так часто но раз в две недели давать подкормку для того чтобы они поддерживали свою жизнедеятельность проводить опрыскивание обязательно если бывает такое что очень в квартире сухо и жарко а пиларгониям вот именно что нужна прохлада вот как только я говорю что вынесла спальню там у меня ни одного нет краешка сухого вот за этот весь период тут когда вот они у меня стояли на кухне на подоконнике то есть с осенью я их занесла вот они у меня красиво стояли на кухне на подоконнике да они сначала все были красивые яркие живые но потом как раз в три дня я стабильно подходила из каждого кустика снимала по хапку засушенных листьев то есть тем мелкие которые растут старые отмирают подсушивание краев происходит и кстати подсушивание краев тоже лена хорошо сказала что это говорит об нехватке того или иного элемента питания то есть где-то не хватает цинка где-то не хватает железа и нужно обязательно если есть у вас вегетативные особенно растения за ними нужен особенный уход просто так пускать на самотек растения как я убедилась нельзя нужно все равно им давать уход создавать обстановку их родную солнечную яркую и прохладную и вот кашпо которые у меня не поместились на тот подоконник показываю вам вот так вот у меня выглядели пеларгонии до подсвечивания то есть видно что они хандрят видно что они чувствуют себя вообще просто ужасно при таком освещении вот посмотрите они вытягиваются с осени я их все обрезала то есть некоторые даже вот не смогли вот эту обрезку перенести то есть им не хватает вот силы чтобы куститься хотя их и подкармливаю раз в неделю делаю просто комплексное минеральное удобрение я чередую не не постоянно я одним и тем же не кормлю вот у меня здесь стоит прямо на подоконнике препараты экстракт хвои и серебромидин я им от вредителей обрабатываю суспензия хлорелы это у меня когда уже совсем растению плохо и вот я чередую у меня куплены унифлор препарат неоднократно говорила что вот видите зеленый лист затем вот это вот флорина мне нравится удобрение то есть это обычные наши доступные удобрения которые можно купить в магазине вот то есть я не делаю одну и ту же подкормку я все время чередую подкормки и тем не менее вот такое вот плачевное состояние у пеларгонии в этом сезоне нисколько не себя некомфортно неуютно чувствуют это видно ну а сейчас я хочу показать вам вот подоконник в спальне здесь более прохладно самое прохладное место у меня в спальне я их перевела сюда здесь хоть и у меня вообще самая темная комната но я повесила все таки им лампу как вы видите как вы уже поняли по цвету си синий красным спектром сейчас я выключу лампу и вам сделаю обзор вот посмотрите какая кустисты сразу же становится у пеларгонии которые досвечиваются они хоть и тянутся продолжают но все равно у них посмотрите сразу же окраска листьев проявилась более такие они живые и самое главное посмотрите они все начали цвести набирать сразу же бутоны то есть вот он тоже также это вот королевская понятно что она кустица но вот зональную обычную пеларгонию хочу показать вам вот посмотрите кустик сразу же какой стал яркий и пушистый то есть понимаете да что небо и земля все таки любому растению зеленому нужен свет досвет и подсветка и жалко конечно как когда они зимой маются вот тоже я его полностью перед тем как сюда поставить я его весь общепала потому что ну было страшно смотрите посмотрите сразу же какой прирост пошел и листики живые зеленые вот вот тоже растение видите да что от столбиков то есть я вот его всего по обстригла и пошли новые 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 новый новый прирост я вот тоже бутончик уже вижу я сейчас вот вам показала сниму и уберу эти бутоны все-таки не хочется вот даже королевка посмотрите набирает бутон я конечно вообще в шоке где-то перед новым годом я в 20 числах декабря я включила подсветку сегодня у нас 11 января то есть вот так вот такое количество времени это ладно что вы думаете вот здесь у меня это у меня бегония вечно цветущая посмотрите она тоже была настолько такая вообще ну блеклая и тоже оставляла желать лучшего но посмотрите вся она на бутонах и бутончики стали расцветать вот у меня три разных расцветки розовая вот такая вот красная и вон там вон белая вот видите и все три кустика после того как я их поставила под лампу начали цвести вот еще белая красавица за окном у нас зима снег так будете конечно же спрашивать что у меня за лампа вот читаю что это лет лампа синий красным спектром тут она на 30 ватт вот но я все равно рада что я вот додумалась до такого в прошлом сезоне я не делала никакой подсветки пеларгонием но та зима у нас видимо не была такая пасмурная и они принципе у меня хоть и вытягивали хоть и лысели но они все равно выглядели довольно таки достойно я по моему даже вам показывала где-то их прошлом году но в этом году я говорю что у меня просто сердце кровью облилось и я сказала все достала сходила подсветку поставила их пусть они там с подсветкой живут и радует и меня из себя вот она говорила наболтала опять я же не могу 3 тремя словами но все равно полно хочется вам полностью рассказать о своем опыте о своей своих пеларгошках вот как они у меня содержится и в каких условиях сами просили вот пожалуйста получайте так что повторюсь что удобряю разными комплексными минеральными удобрениями водорастворимыми можно и по листу удобрять можно и под корень соответственно прохладная нужна температура воздуха если температура воздуха сухая и жаркая то нужно опрыскивание проводить по листу почаще чтобы листья не пересыхали ну и конечно же самое светлое окно чтобы не было вот таких растений у меня которые вот как я вам показала последние самые я планирую наверное сделать так сказать перестановку то есть какие какую-то часть растений уберу и их тоже поставлю чтобы они у меня там ожили так что вот друзья буду заканчивать свое видео если что-то я не договорила если что-то непонятно пожалуйста задавайте вопросы пишите комментарии спасибо вам огромное за внимание подсказывайте новые темы для видео что вам еще хочется чтоб я для вас рассказала и показала всего вам доброго до новых встреч и до новых видео пока пока